Все совпадения в данном видео случайность. Не стоит забывать, что мы все обозреваем одну игру. Также в данном видео не будет никаких спойлеров. Всем приятного просмотра. Bully. Игра, которая вышла в 2006 году на PS2. И, к огромнейшему удивлению, смог поиграть в неё в году 2009 на ПК. Хотя в то время, когда данная игра выходила, у меня была PlayStation 2. И я вообще не знал, что Bully есть на двойку. К слову, на PS2 Bully не называется Bully, а называется она Canis Camden Edit. Если вы обладатель PS4, то вы сможете также поиграть данную игру. Так как её можно купить в Store. Стоит она недорого, так что практически каждый человек сможет в неё поиграть. Так как Bully вышла практически на все платформы, на которые её можно было выпустить. Начиная от PS2 и заканчивая смартфонами. Я прошёл Bully практически на всех платформах, за исключением Nintendo Wii. Ещё меня очень сильно удивило то, что Bully не вышла на Xbox Original, но вышла на 360. И Bully в какой-то мере меня мотивирует на приобретение Xbox 360. Потому что я люблю игры проходить на консолях. Да, у меня достаточно мощный комп, который я, быть может, покажу в будущем. Но всё же играть я предпочитаю на консолях. И Bully это одна из моих любимых игр. Поэтому также, возможно, в будущем я куплю Xbox и буду наслаждаться прохождением Bully. С самой лучшей консольной графикой. Однако сейчас я расскажу про знакомство с данной игрой. И почему так вышло, что именно Bully стала одной из моих любимых игр в то время. И остаётся по сей день, ведь на тот момент была GTA San Andreas и даже 4. Но обо всём по порядку. 2009 год. Один мой товарищ даёт мне диз с игрой Bully. Он мне буквально в двух словах описал эту игру. И я, пристменно, понимал, что она охуенная. И, собственно, я сразу это понял, как только установил её. В какой ещё игре вы сможете, играя за школьника, дать пизды директору? Но суть игры, безусловно, об этом не заключается. Как вы поняли, мы играем за школьника, которого, видимо, за ужасное поведение перевели в Булварскую академию. Которая, думаю, оказалась намного хуже, чем прошлое место, в котором обучался Хопкинс. По ходу игры мы будем сталкиваться с разными проблемами и помогать разным людям. С какими именно проблемами вы столкнётесь, я, безусловно, говорить не буду. Так как в этом обзоре не будет никаких спойлеров. Поэтому, если после просмотра данного видео у вас появится желание пройти Bully, то вы сможете слёгко скачать эту игру и наслаждаться ею сполна. Начну с графики. Она здесь странная. Вроде бы лучше, чем в GTA San Andreas. Но в тот же момент и нет. Безусловно, данную игру оценивать в графическом плане, возможно, глупо. Но в 2008 году, именно тогда Canis Camen Edit, был переименован Bully и выпущен на ПК. Можно было графин, конечно, подтянуть. В 2008 году вышла четвёртая GTA. Fallout 3. Сталкеры и ещё много других игр, которые превосходили Bully не только со стороны графики, но ещё и со стороны возможностей. Но Bully, безусловно, полюбили далеко не из-за графики. Сам сюжет в игре типичен играм Робстер тех лет. Но как здесь всё это преподнесено, это, безусловно, круто. В игре есть много группировок, которые тусуются между собой, и, мягко говоря, эти группировки воюют. К слову о группировках. Их здесь шесть. Это понтовые, мажоры, хулиганы, качки, которые ненавидят ботанов. И городские. После прохождения определённых глав, вам откроется доступ к городу. Так что не удивляйтесь. Ещё здесь очень классный саунд. Когда мы начинаем драку с одним из членов группировки. Мой любимый, это, конечно же, гимн. Если его можно так назвать, гимн ботанов. Возможностей в игре допизды как много. Так как вы школьник, вы можете в свободное время зарабатывать бабки, либо просто помогая людям, которые будут время от времени просить его с помощью. Либо же будете подрабатывать развозчиком газет. Также вы можете летом косить газон. У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему ты сказал летом. Потому что, друзья, здесь есть времена года. И это на самом деле очень круто. Зимой, к сожалению, вы не сможете кататься на санках. Однако сможете слепить снежок и разбить его в голову своим одноклассницам. К слову, если вы будете обижать детей, девушек и лишь драться с прохожими, то к вам незабедлительно отправятся менты. Если вы будете неподалёку от академии, то и старосты. Старосты это студенты-старшекурсники, которые сидят за порядком. Если вы, допустим, будете прогуливать уроки, то они, если вас поймают, отправят на занятия. Уроков же в буле много. Но, безусловно, версий для PlayStation 2 их меньше. Так же, как и меньше миссий. И, безусловно, Rockstar нужно было хоть что-то добавить в игру. Иначе люди не поняли бы, чем занимать разработчики эти два года. Из уроков нам предстоит ходить на химию. Там будет банальная мини-игра, в которой нам предстоит нужный момент клацать по кнопкам. Ничего сложного в этом нет. Так что проблем с этим предметом у вас не возникнет. И если вы впервые будете проходить эту игру, то я бы вам всё-таки рекомендовал посещать химию. Так как после прохождения этого урока вы получаете оружие, которое вы сможете изготавливать у себя в комнате. Но об оружии мы поговорим позже. Так же там есть предмет грамматика. На ней нужно складывать из букв слова. Звучит легко, но на самом деле нет. Я повторюсь, что я играл на многих платформах в эту игру. И также в разные версии. Если вы будете играть в русскую версию, а скорее всего в неё вы и будете играть, то вам нужно будет собрать слово из русских букв. Однако, если вы будете играть в английскую, то безусловно там будут английские буквы. Грамматика вам позволит извиняться, и когда вы достигнете максимального уровня по этому предмету, вы сможете извиняться за свои далеко не хорошие поступки перед ментами и старостами. Надо оно вам или нет, решайте сами. На изу мы будем рисовать картину. И прохождение данного предмета откроет вам дополнительное здоровье. Когда мы целуемся с девушками, безусловно не только с ними. В буле так же можно и сосаться с парнями. Пожалуй, я замажу этот момент, а то мало ли что. Так же есть физра. И она открывает дополнительные удары скорость стрельбы с рогатки. Но об этом позже. И ещё есть труды. Но можно в принципе на них не ходить. Так как после прохождения трудов, вы просто получаете более мощный велик. Но когда вы пройдёте все пять уровней, то вам откроется самый быстрый велосипед, который будет быстрее любого покупного. Да, здесь можно в магазине покупать велики. Но об этом также мы поговорим позже. Дальше идут, на мой взгляд, самые бесполезные уроки. Которые я бы не стал посещать. Это биология. Там нужно будет резать животных. Вынимать нутро, и за это мы получаем ненужный шмот. Так же математика. О ней нужно будет выбирать что больше, а что меньше. И решать сложнейшие математические задания, такие как 2 плюс 2. Из-за прохождения вы также получаете ненужный шмот. На фотографиях вы просто фотографируете места. И улучшаете свои фото. И открываете общий альбом с учениками. На музыке мы просто клацаем по клавишам. И опять же получаем шмот. Единственное, что плюс-минус норм, это география. Но опять же, после прохождения всей географии, у вас просто на карте появятся отметки, где лежит тот или иной предмет. Не думаю, что для кого-то это важно. Если кто-то захочет собрать все резинки, то он банально глянет это в интернете. Думаю, после моих слов каждый решил, что ему посещать. А что нет? В любом случае, если к вам пристанут старосты, то их можно будет рубануть. Но к ним на помощь незамедлительно прибегут другие. Но если вы быстро бегаете и умеете прятаться, то они вас не достанут. К слову более, можно спрятаться в крайне необычные места. Как минимум, это мусорка. Не знаю, в какой еще игре вам выпадет возможность сделать подобное. Также можно спрятаться в школьном шкафчике. И так далее. В игре также можно менять стрижки, бить татухи, покупать вещи и даже украшения. Вы можете купить Джимми очень дорогую солидную одежду. А можете превратить его в настоящего гопника. В общем, все зависит от вашей фантазии. Также можно покупать цветы или же крастика и обменивать на поцелуи. Может кому-то приглянулась Юнис. И вы желаете стать для нее героем и перенести ей шоколада. То в таком случае вы можете покупать шоколад или же красть его из шкафчиков учащихся. В булле очень прикольно реализован взлом шкафчиков. Приводишь мышкой по кругу или же крутишь стик. В зависимости, на какой платформе вы проходите эту игру. Подбираете код и непосредственно осуществляете взлом. Безусловно, вам могут дать пизды старосты и отправить к директору. К слову, если вас три раза отправят к директору, то вас заставят косить газон или же чистить снег. В зависимости от такой поры года, вы отправите на рандеву к директору. Вас могут запаковать по совершенно разным причинам. Будто драка с милицией, нарушение режима вандализм или же граффити. Да, в игре можно рисовать граффити. И это безусловно круто. Также здесь можно кататься на скейте. К слову, о транспорте в данной игре. Так как мы школьник, мы не можем водить машину. И Rockstar это прекрасно понимали. И добавили в игру скейт. Также различные велики и скутеры. Которые можно выиграть в лунопарке за билеты. Стоит он на моей памяти достаточно нормально. Поэтому вам придется поебаться, чтобы его выиграть. Но если вы не хотите тратить много времени на, грубо говоря, мини-игры. То вы можете этого не делать. Так как это не влияет на прохождение игры. Но если вы все-таки купите скутер. То докупайте к нему еще и шлем. Так как из-за езды без шлема у вас будут проблемы. Еще из-за транспорта есть школьный автобус. Но он только может докинуть вас до академии. Управлять же им, понятное дело, нельзя. Также есть очень крутые и быстрые картинги. Но и управлять можно только на гонках. К слову, вроде после прохождения гонок на картинге. Вам будет доступен шлем. Гонки также есть и на велосипедах. Поэтому, если вам нравится управлять великом. То возможно, что вас также заманят и гонки. Боевая система здесь очень прикольная. Не в том плане, что здесь Жиме крутит ебейшие вертухи. И вырубает с одного удара своих оппонентов. Нет. Здесь очень прикольный процесс прокачки. Мы ищем транзисторы и даем их бездомному. Который поселился на территории академии. А он уже в свою очередь обучает нас различным приемом комбинация. Что будет в конце, когда мы соберем все транзисторы? Узнаете сами. Здесь очень широкий список оружия. Начиная от обычных палок и бит. Которые мы можем подобрать во время драки. И заканчивая действительно реальным оружием. Мой фаворит. Это безусловно картофельная пушка. Из обычных оружий. Если их так можно назвать. Нам доступны шарики. Которые мы можем бросать под ноги своим врагам. Также хлопушки. Различные порошки и так далее. Еще есть огромный шарик из резинок. Но чтобы его получить. Вам необходимо будет собрать все 75 резинок. Делается это просто. Но только в том случае. Если вы конечно же пройдете географию. А вообще особой необходимости данном оружии нет. Так что можете и не собирать. Из коллекции здесь также есть карточки. Но собирать их совершенно бесполезное занятие. Так как при сборе всех карт. Вы получите дурацкий костюм. Точно такая же история с садовыми гномами. Когда вы их всех разобьете. Вы опять же получите вонючий костюм гнома. В буле также главный персонаж игры умеет плавать. Привет версети. Но к сожалению не умеет нырять. Было бы на самом деле круто. Если бы в игру добавили гидроциклы. Но это безусловно слишком жирно. Ну а теперь давайте перейдем к заключению данного видео. В эту игру я играл в детстве. И она безусловно мне очень нравилась. Она мне нравилась по многим пунктам. Интересный геймплей. Необычное оружие. Также необычная миссия. Мне очень запомнилась миссия в психушке. Сама она не очень. Но это я думаю связано с тем. Что я прошел игру раз 30 без преувеличений. Но визуал этой миссии безусловно крутой. Ты слышишь крики больных. Ты чувствуешь как им плохо. Ты возможно сопереживаешь им. Но что было там дальше. Вы безусловно узнаете сами. Да спустя столько лет. Я могу сказать что сюжет игры банален. Но он с неожиданным поворотом. Так что вам должно понравиться. В эту игру я рекомендую поиграть абсолютно всем. В какой еще игре вы опять же сможете дать пизды директору. Учителю и поварихе. Так же как принято в играх Rockstar. Вы можете покупать недвижимость. Ну как покупать. В общем по ходу игры с этим вопросом вы разберетесь. Я ставлю этой игре 100 баллов и 100 возможно. Так как во первых. Это моя любимая игра. А во вторых она действительно классная. Я думаю те люди которые не играли в эту игру. После просмотра данного видео. Просто возьмут и скачают ее. И безусловно останутся довольны. Я так же жду второй часть. И надеюсь что она выйдет. Пишите свое мнение о счет данной игры и данного обзора. Ну а теперь будем прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok